Я должен сказать, что, наверное, акустика здесь не самая лучшая, поэтому, если хотите послушать, то пока есть возможность, можете пересесть, пока мы не начали поближе. Значит, мы с ребятами нашли такую пьесу и посчитали, что было бы несправедливо с кем-нибудь не поделиться. Ребята, это, значит, Вероника Тимофеева, Саид Хасаев, Лера Коган, Оля Мачульский, Соня Евстигнеева, Васан Дабалан и я Андрей Михайлов. Значит, пьеса коротенькая, долго страдать вам не придется. Она, да, собственно говоря... Вообще вам не придется страдать. Короче, пока наши театры закрыты, а съемки отодвинули, мы решили заняться чем-то, что вот в кайф. И надеемся, что вы с нами тоже погрузитесь в этот кайф. Ну, что, поехали. Занавес открывается. Загородный дом в Коннектюкте. Сочетание американской старины и современности. Возможно, большой каменный очаг. Лестница на второй этаж. Хозяева, Шейла и Норман, затеяли барбекю и пригласили в гости сестру Шейлы Дженни с мужем Дэвидом. Слышно, как кричат гуси. Дженни, Шейла и Норман наливают себе выпить перед тем, как отправиться в сад к мангалу. Шейла, глядя в окно, задумчива. Смотри, Норман, гуси вернулись. Норман. Похоже на реплику трагической героини в русской пьесе. Терпеть не могу русские пьесы. Ничего не происходит, а деньги дерут, как за мюзикл. Подумать только. Каждый год по пути на юг гуси прилетают на наш пруд чтобы несколько дней передохнуть. Я тебе говорил, Олд Сейбрук входит в моду. Дэвид, что хочет сказать нам природа-мать с помощью этой гусиной стаи? Что же? Она хочет сказать, что всех нас ждет старость и распад. Собственно, об этом она твердит нам постоянно. То же самое он внушает своим пациентам. Ему хорошо рассуждать, он пластический хирург. Один ноль в пользу твоей жены, Дэвид. Дэвид, поднимай, Па. Нет, за Нормана, и Шейлу с годовщиной с вами. За семь счастливейших лет моей жизни. По крайней мере, года за два. Шучу. Фрейд сказал, что так не существует. За Зигмунда Фрейда, певца Дэр Пеннис Найд, зависти к пенису. А теперь, с вашего разрешения, пойду погляжу, как сыграет Тайгер Вудс. Прошу не беспокоить, до полной готовности мяса. Скрывается в маленькой комнате. Дженни Шейле уходя. Поставлю-ка еще льда. Да, это лучшее, чему я научилась на кулинарных курсах. Дэвид, возвращаюсь. А где у вас фисташки? Даже не знаю. Я не могу смотреть гольф без фисташек. Дэвид. Без отборных солененьких фисташек. Шейла идет на кухню. Есть кэшью. Кэшью – это баскетбол, а гольф – это фисташки. Дэвид, я понял. Дэвид скрывается в комнатке. Я понял, что символизируют гуси. Неотвратимость. Ведь их крик – брачный призыв. А это, считай, катастрофа. Звонок в дверь. Шейла к тебе. Шейла возвращается в комнату. Да нет. Они открывают дверь и видят перед собой другую семейную пару. Это Хелл и Сэнди Максвелл. Добрый день. Привет-привет. Надеюсь, мы не потревожили. Сэнди слегка смущена. Ну, это глупо, Хелл. Меня зовут Хелл Максвелл. Это моя жена Сэнди. Ехали мимо, не хотели к вам врываться, но когда-то мы жили в этом доме. Правда? Да, 9 лет. А потом продали его мистеру Кураяну. Макс Кураян – довольно известный писатель. Слыхали? Конечно, еще бы. А мы здесь уже почти 3 года. Норман Поллок, Шейла – моя жена. Прошу, не стойте на пороге. Не хочется вас беспокоить. Мы теперь в Нью-Джерси, а сюда заехали на денек так побродить по барахолкам. И вот оказались вы двух шагах. Пожалуйста, входите, осматривайтесь, не стесняйтесь. Стало быть, вы тут жили? Выпейте с нами. Черт, побери с удовольствием. Ты за рулем. Зайдя в дом, Максвеллы осматриваются. Ну как? Сразу столько воспоминаний. Что наливать? Мне бы сейчас хорошего скотча, а вообще что угодно. А вам? Ну, если можно, чуть-чуть белого вина. Ну, если есть. Белого нет, но есть абсолютно бесцветный мартини. Сэнди смеется, шутка ей понравилась. Хэл, глядя в окно. Кто это вырыл бассейн? Мы. Почему такой формы? Амеба. Бассейн в форме амебы. Амебы такие микробики, да? Хэл. Входит Дженни. Дженни, познакомься, это... Максвеллы. Они когда-то жили в этом доме. Просто захотелось заглянуть, мы здесь поженились. Правда, какая прелесть. В саду, под кленом. Его больше нет, там теперь бассейн. Проголодались? Да нет, нет. Перестань, мы голодные, как волки. Так оставайтесь, сейчас будут стейки, жарим в саду. Да нет, нет, мы не можем. Мне с кровью. А кто пришел? Дэвид вымернув из комнатки. Кто пришел? Только Тайгер вот собрался бить, я слышу звонок. Видно, он ему и помешал. Промазал Тайгер. Это мой муж Дэвид, а это... Хэлл и Сэнди Максвеллы, мы когда-то жили здесь. Потрясающе. А куда вы засунули фисташки? Дэвид, в этом доме Хэлл и Сэнди жили после свадьбы. Серьезно? А в гольф играете? Нет. Отлично. Надо будет сыграть. Зимой волейбол, летом гольф. К вопросу о Фрейде. Дэвиду нравится смотреть, как мальчики загоняют мячики в дырочки. Выходит. Слушайте, а что случилось с полом? Тут были роскошные полы. Полы? Полы мы поменяли. Застелили деревянные полы зачем? Хотелось чего-то более гладкого. Сэнди бросил взгляд на мужа. Получилось замечательно. На этом полу мы когда-то впервые занимались любовью. Хэлл. Вон там, где кофейный столик. Нам было вполне гладко. Хэлл. Как романтично. По-моему, тоже. Сэнди смущается. Еще бы такое не забудешь, если учесть, что мы оба были женаты. Хэлл. Мину. Да нет, поймите правильно. Мы напились, началась гроза, в зоме отрубился свет, мы оказались наедине, и вдруг молния. И я увидел Сэнди, ее сочные губы, растрепавшиеся волосы, была ужасная влажность. Я почувствовал, как она притягивает меня, какие наслаждения меня ждут. Чем вы занимаетесь, мистер Максвелл? Можно просто Хэлл. Я бухгалтер. Вижу, вы разочарованы. Да почему же это? Решили, что я поэт, верно? Я не похож на типичного счетовода. Или похож? Не знаю, счетоводы тоже бывают поэтами, особенно в налоговую. Я уверен, что способен на больше, но пока смелости не достает. Хэлл мечтает написать величайший американский роман. Пьесу, Сэнди, пьесу, а не роман. Впрочем, я сочинил несколько стихотворений с Анетой о вреде холестерина. А вы знали прежнего хозяина, мистера Кураяна? Только понаслышке. Я его видел, когда мы продавали дом. Разговора, правда, не получилось. Он человек замкнутый, но очень серьезный писатель. Я прошу прощения, пойду-ка помогу ее сестре. Когда Дженни пытается развести огонь, раньше вечерних новостей за стол не сядешь. Уходит. А чем занимается ваш муж миссис... Шейла. Можно просто Шейла. Он зубной врач. Ах, ну это не лучше моего. В смысле, я хочу сказать, а ваша сестра, она фотомодель? У нее магазин женского белья на Манхэттене, а ее муж ремонтирует фасады. Ну, я имею в виду не дома, он пластический хирург. Сэнди смеется над ее шуткой. Сэнди, глядя в окно. Да, сковоречник остался. Я сам его сколотил. Спроектировал тоже. В манере пост позднего Гугенхайма. Так, так, а про тайник вы знаете? Нет. Ясное дело, мы бы тоже не узнали. Нам рассказал первый хозяин, который построил дом, мистер Уорнер. Он устроил за очагом тайничок. Тайничок? Ну да. Покажи, Хэл. Вот, смотрите. Прямо за этим камнем. Надо только знать, где нажать. Нащупывает по тайной рычажок. Первый сверху, тяните там рычажок. Ага, нашел. Внимание. Шейла, заглядывая в открывшийся тайник. Ничего себе. Удивительное рядом. Как же вы не знали? Понятия не имела. Сколько раз там прислонялась к камину, мне в голову прийти не могло. Ну, у нас же настоящий тайник. А что в нем лежит? Где? Шейла достает из тайника потрепанную записную книжку и читает вслух. Я пишу этот дневник, чтобы сохранить самые романтичные и пронзительные мгновения моей жизни. Что это? Листа дневник читает. Ее груди затрепетали в моих ладонях. У нас перехватило дыхание. Так, так. Продолжает читать. Хроника моего романа с Джейни, сестрой Шелы, Норман Полок. Норман Полок, ее муж. Ну что ж, было очень приятно познакомиться. Норман, можно тебя на минутку? Мы, пожалуй, пойдем. Норман, входя. Ты что-то сказала, дорогая? Ты жалкий, подлый, сукин сын. Что, прости? Понимает, что Шейла что-то нашла. Друзья, нам очень понравилось, как вы устроили дом. Твой? Что мой? Она нашла ваш дневник. Плохо дело. Что нашла? Вы шутите? Тут твое имя. Помилуй, Шейла, да в телефонной книге, наверное, сто Норманов Полоков. Это твой почерк. Тысячи людей пишут. Дэ хвостиком кверху. Здесь вложена фотография. На ней ты лапаешь Джейни за грудь. Пока это единственная весомая улика. Шейла читает дневник. Совершенно потерял голову. Никогда в жизни не испытывал такого сумасшедшего блаженства, как занимаясь любовью с сестрой собственной жены. В общем, если когда-нибудь окажетесь в Наттли... Где ты его нашла? Когда мы покупали этот дом, хозяин показал мне тайничок. Да помолчи ты, Хэл. Так это вы его навели? Откуда я знал, что вы долбитесь с ее сестрой? Шейла, послушай. Прежде чем делать выводы... Гиблое дело, Норман. Улики налицо. Да я сказала, мокни. В Тангл Вуде сидели вчетвером на лужайке, любовались луной. Моя рука тихонько скользнула ей под юбку. И вдруг мне показалось, что Шейла заметила. Ну-ну, дальше. Слушайте, это вас не касается. Сегодня Дженни притворилась маленькой девочкой, и я отшлепал ее. Она страшно завелась, и мы занялись любовью. На минуточку не разрешите взглянуть? Класс, заткнись. Дженни входит. Норман, извини, я не могу справиться с огнем. Ай-яй-яй, она не может справиться с огнем. Ах ты, маленькая шалунишка, придется Норману опять тебя отшлепать. Дженни не понимая. Что-что? Она нашла мой дневник. Что нашла? Шейла, читай. Сегодня был дома у Дженни. Они любили друг друга на их супружеском ложе. Ты ведешь дневник? Я спрятал его в абсолютно надежном месте. Но вот он показал ей где. Откуда я знал, что вы трахаетесь? Я просто показал тайничок безо всякой задней мысли. И какого же дьявола ты ведешь дневник? Так удобнее следить за налогами. Так что ж, я уверена, все наладится. А мы, с вашего позволения, пожалуй... Черта с два, вы остаетесь здесь, будете свидетелями. Свидетелями будет на что посмотреть? И давно у вас роман? Я бы не стал пару невинных свиданий называть романом. Шейла, заглядывай в дневник. Судя по этому, только в день президентов вы спаривались четыре раза. Допустим. Но вы же знаете, принято одновременно отмечать дни рождения Линкольна и Вашингтона. Я вообще не вижу большой проблемы. За городом все гуляют. А, ты считаешь? Откуда вы нахватались таких позиций? Это из гимнастики ушел. Ты слышала? Я слышала, слышала. Мы с тобой тоже жили за городом, собственно говоря, в этом доме. И, надеюсь, ты все-таки не гулял, потому что лично я не гуляла. Ну, конечно, не гулял. Зачем же говоришь? Я, в принципе... А Холли? Холли Фокс? Не смеши меня, с какой стати? Только потому, что она актрисулька? Ну, хотя бы. А еще потому, что ты уверял, что она не такая уж и красивая, а сам несколько раз произнес и имя во сне. Не надо валить больной головы на здоровую. Это ты западала на ее братца? Ха-ха-ха! Можешь поверить, что если бы я западала на Кена Фокса, мне стоило только пальчиком пошевелить. В каком смысле? В том смысле, что он подкатывался ко мне раз в неделю в течение года, бедняжка. Интересно, впервые слышу. И давно вас захолестнула страсть? Недавно. Полгода. Полтора. Недавно. Были большие перерывы. Как же ты могла? Ты же моя сестра? Сама не понимаю. Мы влюбились. Любовь тут ни при чем. Чистый секс. Ты говорил, что любишь меня. На самом деле, я ни разу не употреблял этой формулировки. Я говорил, ты мне нравишься, я скучаю по тебе, ты мне нужна, не могу жить без тебя. Но про любовь ни слова. Значит, все это время ты делил постель со мной и пялял Жене. Куда было деваться, если она соблазнила меня? Я тебя соблазнила? Года три назад я зашел к ней в магазин, хотел купить тебе подарок. Выбрал кое-что симпатичное, спросил у Дженни, подойдет ли тебе по размеру. Она сказала, что размеры у вас одинаковые и предложила примерить. Она наденет, я посмотрю. Мы зашли в кабинку, она быстро надела. Что надела? Лифчик, мы мерили лифчик. Что ж ты суешься? Стараюсь не потерять нить. Она тебе понравилась. Мне понравилась. Как и вам тоже. Да с чего вы взяли? Ну ты же сказал, что она, наверное, фотомодель? А как ты тянул лапы к его дневнику? Ну, что поделать, если я оказался невольным свидетелем из вечной драмы? Шейла протягивая ему дневник. Пожалуйста, прошу, вы, как знаток литературы, оцените эту смесь Роберта Браунинга с журналом «Горячий пистолет». В сущности, я не... Друзья, в дневник погружается в чтение. А давай, давай, Хэлл, вникни в детали его половой жизни, уверенно, ты получишь удовольствие. Хэлл, листая дневник? Меня это интересует просто как... Ну да, как всякого кобеля младше 90. Слушай, Сэнди, да я бы мечтал, чтобы у меня жена была хоть в половину такая рисковая, как она. Через мой труп. Я не о нашей интимной жизни. А, ну извини, если что не так. Ну послушай, фактически ее нет. Я просто хочу сказать, если бы ты не отказывалась попробовать что-то новое, хотя бы иногда поэкспериментировать... Хэлл, что ты называешь экспериментом? Переспать втроем с Холли Фокс? А что ты называешь экспериментом? А я не ставлю эксперименты, я... Мы занимаемся любовью, а не проводим научные опыты. А, ты всегда любил читать о донтистах-извращенцах, которые дают пациенткам наркоз, чтобы... Ну, и берут их спящими. Я не донтист-извращенец. Я извращенец-протезист. Пора бы тебе знать разницу. Послушай, я полностью признаю свою вину. Если тебе надо кого-то обвинять, пожалуйста, вини меня. А кого же я черт поделивеню? Дэвид, появляешься из комнатки. Все, Тайгер наконец попал. Норман тоже. Серьезно? Присоединяйся, Дэвид, мы тебе кое-что покажем. Это не ждет? Не знаю, как бы не перестояло. Не будь сволочью. Присядь на минутку, Дэвид. Сэнди, быстро. Где камера? В машине. Почитай-ка это, Дэвид. Посмотрим, узнаешь ли ты кого-нибудь из действующих лиц. Дэвид берет дневник. Это что такое? Тайгер идет на рекорд. Дайте человеку расслабиться. Пусть смотрит свой гольф. Это его вообще не касается. Может, у него возникнут новые интересы. Дэвид читает. Ну как? Узнаешь? Конечно, узнает. Кого? Героев. Замужняя женщина по имени Дженни и некий зубной врач. Замужняя женщина по имени Дженни? Откуда я могу ее знать? Может, завтракали вместе? Что это? Какая-то дурацкая порнушка. Зачем мне ее читать? Я смотрю переходящий кубок штатов. Ты женат на переходящем кубке штатов. Эй! Дженни! Норман! Шейла! Ну и что? Я не въезжаю. Я дам ему подсказку. Да не лезь, Хэлл! Не понимаю, как можно не догадаться. Ты считаешь, это простое совпадение, что героя зовут Норман, а героиню Дженни? Да, а что? Твою жену тоже зовут Дженни, а моего мужа Норман. Ну и... И он тоже врач, понимаете? Взгляни на фото. Узнаешь? Шейла! Протест отклонен. Да, это твой муж с какой-то киской. Так-так, ты видишь его язык? Вижу. И где у него язык? Во рту. А другой конец? У киски в ухе. А где его руки? Левая у нее между ног, правая под блузкой. Норман, это какой-то новый вид диагностики? А женщину ты не узнаешь? Погоди, погоди. Точно. Я ее откуда-то знаю. Хочешь подсказывать? Прекрати, наконец. Помнишь, много лет назад на вечеринке ты познакомился с девушкой? Вам показалось, что вы знали друг друга всю жизнь? Вы стали встречаться? Да, да. Мы оба любили Толстого, французское кино, яхты. Ее звали Дженни, потом мы поженились. А к чему ты это клонишь? Что эта женщина на фото похожа на Дженни? Что они с Дженни похожи? Что Дженни похожа на ее? Что это Дженни? Это Дженни! Ну, конечно, конечно. Не хотел бы я оказаться его пациентом. Какая же ты жестокая шейла. Значит, это ты. Она это ты. Ты это и есть она. Дэвид, пожалуйста, постарайся понять. Помимо секса это были сугубо платонические отношения. В чем вообще проблема, если она знает Толстого, французское кино, и вдобавок проделывать такие штуки в койке, считай, ты выиграл по трамвайному билету. Все-таки ты положил на нее глаз, я сразу засекла. Я просто хочу сказать, это очень приятно, когда днем твоя жена интеллигентная женщина и хорошая мать, а по ночам разнузданная извращенка. Класс, что ты несешь? Я потрясен. У меня нет слов. Я и подумать не мог. А кто этот парень на фото? Норман. Это Норман. Шейла, хватит. У нас с Дженни был роман. Дженни? У меня жена тоже Дженни. Он в шоке. Роман? Он меня убивает. А что у них еще могло быть? Что же выходит, Норман и Дженни спали друг с другом? Да, Дэвид, спали. Но если тебя это утешит, предварительные ласки были очень короткими. Узнаю Нормана. Но ведь он мне своя, а Дженни жена. А кто эти люди на фотографии? Совсем плохо дело. Простите меня, выходит. Если теперь он вернется смотреть матч, вот что такое настоящий болельщик. Ладно, развод, так развод. Шейла, я могла изменять физически, но в душе я всегда оставалась твоей сестрой. Сестрой? Как ты можешь? Я больше тебе не сестра, ты мне максимум племянница теперь. Шейла, Шейла, ну что мне для тебя сделать? Контора Ривкина, Абрамович тебе объяснит. Дэвид входит с ружьем в руках. А теперь готовьтесь к смерти. Дэвид! Кончай, Дэвид, не до шуток, оно заряжено. Не подходи, Норман, назад. Сейчас все, кто находится в этой комнате, умрут. Потом я засуну дуло себе в рот и нажму на спуск. Хэл, гляди на часы. О, уже почти шесть, у нас билеты на мюзикл. Не спешите, я сказал все. Мы просто заехали посмотреть дом. Дэвид, ты пропустишь финал? Сначала ты с Норманом, а потом Шейла. Я какого черта? Я чем провинилась? Меня точно так же водили за нос, как и тебя. Это ты нашла дневник. Он показал мне тайник, и я нашла. Не сомневайся, он тоже покойник. Мы просто случайные свидетели. Это как раз то, что надо для уголовной хроники, не так ли? Немолодые любовники, обманутые муж и жена, двое ни в чем не повинных свидетелей. Испятил. Так говорили и о кровавом Сэмми. Ну да, и были правы. Он не в себе. Но нас-то за что убивать? Мы ничего не сделали. Я вообще никогда не изменял жене, хотя мог бы и поверь, был не прочь. Был не прочь? Понимаешь, Сэнди, давай посмотрим правде в глаза. Ты бываешь холодной, как рыба. Я? Увы, она полная противоположность Жене. Никогда не хочет попробовать нового. Знаешь что, если бы ты не спешила, хотя бы раз был со мной нежен, усос был какой-то атмосфер. Я спешу, пока у тебя не началась мигрень. Заткнитесь! Кто их пустил? Вам не повезло, согласен. Ну что поделаешь, это судьба. Судьба играет человеком, иногда ласково, иногда весьма жестоко. Я лично никогда не считал, что жизнь большой подарок. Жизнь — это страдание, это приговор, мучительное, изощренное наказание. Прошу всех прочитать молитву. Прижавшись друг к дружке, все смотрят, как Дэвид взводит курок. Внезапно их отвлекает какой-то шум. По лестнице спускается незнакомец. Он связан. Во рту кляп. Можно предположить, что он был привязан к стулу и выпутался. Его руки еще стянуты веревками, он глухо мочит. Дэвид тоже увидев его. Нет, нет, нет! Господи! Я думал! Только не это! На помощь, помогите! Хэл или Сэнди или оба сразу бросаются к незнакомству и вытаскивают кляп у него изо рта. Не надо, не вынимайте, стойте! Ну вот, игра окончена. Кто вы такой? Кто его связал? Норман! Нам крышка! Мистер Кураян, вы? Я Хэл Максвелл. Это я несколько лет назад продал вам этот дом. А, Сэнди, это же Макс Кураян. Развяжите меня. Что с вами случилось? Эти твари. Они вышли из-под моего пера. Вышли и дали деру. Да потому что ты бездарь. Я породил их, а они взбалтовались. Я ничего не понимаю. Игра проиграна. Почему бы не рассказать им правду? Какая игра? Началось с того, что у него возник замысел, и он сел писать пьесу. И придумал всех нас. Суждал силы своего плодовитого воображения. Написал полпьесы. Ну да. А потом застрял, дальше ничего не получалось. Зашел в тупик. Иногда кажется, идея гениальная, а начнешь работать и видишь, что она никуда не ведет. Но было поздно, появились мы уже. Были придуманы. И написаны. Я дописал пьесу до середины. Вы всегда славились умением создавать удивительно жизненных персонажей, великолепными диалогами. Ну и где это умение? Он оставил замысел. Бросил до половины написанную пьесу в ящик стола. А в ящике темно. А что мне оставалось? Я не знал, чем закончить. Боже, как я ненавидел этот проклятый ящик. Вы только представьте, что вас с женой заперли в сундук. Там же совершенно нечем заняться. Полная задница. И однажды Дженни предложила нам открыть ящик и вырваться на свободу. Мне послышалось, что ящик открывается. Но не успел я повернуться, как они набросились на меня. А что вы собирались делать на свободе? Мы надеялись, что сами придумаем, чем закончить третье действие. И тогда каждый вечер будем выходить на сцену и станем жить вечно. А что? Лучше гнить недоделками в темном ящике? Я не хочу в ящик. Я не хочу в ящик. Я не хочу в ящик. Я ломам голову. Ничего не могу придумать. Ну подождите, давайте посмотрим, что у нас есть. Значит, она обнаруживает, что у мужа роман с ее сестрой. Кто вы такой? Я Хелл Максвилл. Это же я продал вам дома. Бухгалтер? Ну я всегда мечтал написать пьесу. Кто они мечтают? Почему у них начался роман? Чего каждому не хватало в семейной жизни? Шейла мне просто надоела и все. Ну почему? Не знаю. Меня не спрашивайте, я и списался. Почему вообще мужьям надоедают жены? Потому что они слишком хорошо знают друг дружку, уходят трепет, супруги живут бок о бок, видят друг друга неодетыми, исчезает тайна. И в один прекрасный день даже собственная секретарша или соседка кажется более притягательной. Это неправдоподобно. Откуда вам знать, вы сами такое как написаны. Очень даже правдоподобно. Самая обычная история, поверьте мне. Обычная история? Я хочу сказать, чтобы не исчезала свежесть чувств, надо стараться. Иначе из отношений уходит музыка, а музыка это все. А что если так? Поначалу мужчина боготворит любимую, но постепенно начинает воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. На место восторгов, очарований, желаниям удивить и устроить праздник приходят будни. И вот уже супруги не любят, а просто занимаются любовью. Я бы не сказал, что это убедительно. А по-моему многие женщины узнают себя. Притянуты за уши. Почему? Очень точно. Очень проницательно. Очень. По-вашему любовь может просто улетучиться, даже если вначале люди не могли жить друг без друга. Увы, это жизнь. Ничто не вечно. Даже герои великого Шекспира обречены исчезнуть. Когда-нибудь через миллионы лет, когда погаснут звезды и остынет вселенная. Какой кошмар. Пойду-ка я смотреть гольф. Гарри оно синим пламенем. Он прав. Какой во всем этом смысл, если вселенная расширяется и в конце концов ничего не будет? Именно поэтому так важно поддерживать друг друга, вовремя протянуть руку, подставить плечо тому, кто нуждается, чтобы ему подставили. Только не надо подводить философский фундамент под шашни с моим мужем. А что, если у вас с Дэвидом тоже интрижка? Я думал, нет, это глупо. Но жизнь, что они говорят, глупа. Согласен. Философы называют это абсурдом, но имеют они в виду глупость. Тогда получается, что все всем изменяют. А это не совсем верно. Вот еще проблема. А совсем верное не должно быть. Должно быть занимательно. Искусство это не жизнь. Искусство это зеркало, в котором жизнь отражается. Кстати, о зеркале. Сколько я умолял повесить зеркало в спальне на потолке. Как же? Это самая идиотская идея, которую я слышала. Это очень эротично. Это детский сад. Я хочу предаваться любви, а не наблюдать, как совокупляются отражения. И что я там увижу? Как твой зад ходит вверх и вниз? Почему ты всегда высмеиваешь мои предложения, а потом удивляешься, что я сижу и думаю о Холли Фокс? Только не говори ей про зеркало, засмеешься. Чтоб ты знала, однажды мы с ней занимались этим перед зеркалом. Ага, в твоих фантазиях. В нашей ванной. Что? Ну-ка, ну-ка, эта история пахлящей нашей. Это не история и не роман, ничего подобного. Просто эпизод. Ты с Холли Фокс? А почему тебя это удивляет? Ты уже третий год нас подкалываешь. Я просто шутила. Просто шуток не существует, так сказал Фрейд. Это моя ряблика. Но ты же клялся, что она тебе нравится. Клялся? Что она тебе не нравится. Клялся, поднимал правую руку. Но я агностик. Посудите сами с Энди, но какой муж признается, что спит с другой? Вот мой только что признался. Потому-то я и ушла от меня жена. Потому-то я и купил у вас дом, чтобы раз и навсегда покинуть эти тараканьи бега любви и жить в одиночестве. У меня роман был с тещей. Господи боже! Что ж вы не вставите это в пьесу? Потрясающе! Потрясающе! Да потому что никто не поверит. Отец у нее актер, кинозвезда. Можете себе вообразить? Развелся с ее биологической матерью и женился на домработнице. Так что теперь у моей жены мать на 10 лет ее моложе. Марч, не мать. Это вопрос терминологии. А я ее, ну, просто жарил потихоньку. А то есть вы не только изменяли жене, но еще и наставляли рога тестю? И правильно делал. Папаша был фетишистом. Он возбуждался только от распродаж в лугну. Но это уже перебор. Теща вела дневник. Весьма живой. Наши отношения, секс, подробности, имена. И это казалось романтичным. Однажды моя жена сказала ей, что завтра мы едем в Хэмптон. Посоветуй, мама. Что взять, почитать на пляже? И теща. Полагая, что дает том Генри Джеймса, сунула ей свой дневник. В таком же кожаном переплете. В день, когда жена стала его читать, я лежал рядом на песочке. Она переменилась в лице. Переменилась физически, как в фильмах про образней, когда восходит полная луна. Так, вот откуда ваш замысел. И что же вы? Ну, что я мог сделать? Все отрицал? А она? Попыталась утопиться. Бросилась в океан, но только обожглась медузу. От этого у нее распухли губы. И с этими опухшими губами... Она вдруг стала такой соблазнительной, что я снова влюбился. Само собой, когда губы сдулись, она опять пошла мне мотать нервы. Понятно. Но у меня-то не было никакого романа. Один раз, о чем говорить. У нас дома, на Новый год. Все были внизу, пили, веселились. А я зачем-то поднялся наверх, шел мимо ванной. Там стояла Холя, она спросила, нет ли у нас ушных палочек. Я зашел поискать, закрыл дверь, ну и... А зачем ей ушные палочки? Ну, все не равно. Черт возьми, при чем тут палочки? Да они давным-давно строили друг другу глазки. Снова с больной головой на здоровую. Это ты, Кадрилла, ее братца. Будь ты проницательнее, знал бы, что Кен Фокс меня абсолютно не интересовал. Никогда. Если бы я надумала тебе изменять, то уж лучше с Ховардом Нудельманом. С Нудельманом? С нашим риэлтором? Он знает, как разбудить в женщине женщину. В каком смысле? Это не важно. Ты разок перепихнулась с Ховардом Нудельманом, что ли? Нет. Слава богу. Я сплю с ним много лет. У нас давно роман. У тебя роман с Нудельманом? Да. Я серьезно. А раз мы выкладываем все на чистоту, я тоже имею право быть честной. Но ты же только что сказала, если бы я надумала изменять, в смысле не изменяла. Все, я не могу больше врать. При всем уважении к тебе, я сплю с Нудельманом. Ай да Нудельман. Ты смеешься. Нет, я любила тебя, Хэлл. Ты ведь знаешь. Но что делать, когда романтика уходит, страсть угасает, а ты по-прежнему дорожишься спутником. Остается только изменять. Именно это я пытался объяснить Шейли. Сколько же раз вы спали? Разве цифры что-то решают? Для меня да, я бухгалтер. Ну, скажем так, я не хожу на приемы к психоаналитику. Ты хочешь сказать, каждую среду, четверг и субботу? Да, и нет никакого доктора Файнгласа. А я думал, ты борешься с депрессией. А я боролась и могу всем порекомендовать такую терапию. А 160 долларов в час? А это номер в гостинице. Я весь год оплачивал вам с Нудельманом номер в гостинице? А тебе не казалось странным, что у меня единственный на свете психотерапевт, который не уходит в отпуск в августе? Вот сущий фарс! Что там в нашей жизни? Фарс? Разве это не трагедия? А в чем трагедия-то? Ну, разве это не Горько? Два человека, которые когда-то наверняка любили друг друга и явно любят теперь. Но былое очарование, прежнее влечение исчезло. Никто не в силах продлить любляности. Увы, мы привыкаем, но вместо страсти приходит что-то другое. Совместный опыт, дети, скотство. Вы с Нудельманом и сейчас встречаетесь? Нет. Помнишь, в начале года у него было сотрясение? Помню, он до сих пор не оклемался. Как это случилось? А на него зеркало упало с потолка. Он лежал один в кровати. Черт возьми, лучше бы оно упало на меня. Я тебе объясню, почему это фарс. Потому что они слишком трогательны, милковаты для трагедии. Ну, кто они такие? Он бухгалтер, она домохозяйка. Это не Гамлет и не Медель. Знаете что, не только принцы умеют страдать. На свете миллионы людей мучаются, ничуть меньше Гамлета. Каждый из них по-своему Гамлет. Гамлет на наотропиле. Ревнивый, как Медея. Ну и что же из этого следует? У всех есть свои секреты. Свои скелеты в шкафу, тайные страсти. Темные наклонности. И если мы хотим, чтобы жизнь продолжалась, надо научиться прощать. Вот. Об этом и будет пьеса. Да, я на минутку увлекся твоей сестрой. Большое дело. Может, действительно вы напишете, что Шейла и Дэвид тоже как-то раз провели шальную ночку вдвоем. И таким образом нам открываются трогательные слабости друг друга. И мы друг друга прощаем. Мила, зрители смеются над нами и ненадолго забывают о собственных горестях. Мы целуемся и миримся. Умение прощать. Да, это придаст скромному выдвигу глубину и трогательность. Ну, конечно, кто я такая, чтобы судить других и пустить коту под хвост целую жизнь вдвоем, годы любви, только потому что мой муж-донтист дрючит мою систему. Мы переменимся, мы исправимся, где есть жизнь, есть надежда. Но чем тогда отличается умение прощать от умения прятать голову в песок? Благородство. Великодушие. Умение прощать дано нам свыше. А может, и ничем не отличается, но выглядит симпатичнее. Мне нравится. Будет смешная, печальная, а главное, кассовая история. Идемте, пошли в кабинет. Я хочу закончить третье действие, пока все свежо. Я чувствую, что нашел выход из тупика. Самое главное — это кассовость. Прошу прощения. Самое главное — умение прощать. Все поднимаются по лестнице. На сцене остаются Хэл и Сэнди. Они смотрят друг на друга. Не думаю, что смогу просить тебя, Сэнди. Нет, и я тебя. Даже не знаю, почему. Я ведь понимаю, что Курайан прав. Он серьезный драматург. Знаешь, прощать легко в театре. Там всем управляет автор. Тем более ты говоришь, что Курайан настоящий профессионал. Все-таки не могу поверить, что ты столько времени путалась с Нудельманом. Наверное, он сделал мне за тот аудит. Ты тут совершенно ни при чем. Не думай, что на тебе свет клином сошелся. Неужели тебе было так со мной скучно? Да с годами тебя это просто перестало интересовать. У меня не было стимула. Ты тоже стала относиться ко мне как к данности. Эту пьесу можно переписать. Выбросить черновики в корзину. Придумать героям другую жизнь. Начать все с чистого листановить наших слов и наших поступков. Не выбросишь. Беда в том, что я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, но это не трагедия. Всего лишь мелодрама. А может мне взять это ружье и убить нас обоих? Как думаешь, трагическая смерть искупила бы нашу вину? Это не в своем амфуах. Эл, бухгалтеры не кончают жизнь самоубийством и не искупают грехов. Обычно они тихо исчезают, а потом объявляются где-нибудь на Кипре. Что будешь делать? А что нам остается? Либо сделать вид, что ничего не случилось и считать это умением прощать, либо развестись. Сэнди, в этой комнате мы впервые любили друг друга. Может попробуем начать все сначала? Сначала хорошо начинать есть вымысел, а есть жизнь. Но в жизни обязательно должно быть немного вымысла. Правда, в больших количествах отвратительно. Может, теперь, когда все высказано. А что это за звук? Хэл, глядя в окно. Смотри-ка, гуси. Сэнди тоже подойдя к окну. Ну и ну, при нас никаких гусей не было. Это знак. Знак чего? Знак обновления. Гуси там, где никаких гусей не было. Сегодня было много знаков. Много литературы, вымысла, искусства. Поэт, чье сердце бьется в груди бухгалтера, явился, чтобы помочь Максу Курайану закончить трогательный финал. На сцене остаются двое. Ты и я. Они запутались, растерялись, замерли на распутье. Они ждут какого-то знака. Они знают, как вернуть музыку, которая когда-то звучала для них двоих. И вдруг раздается крик гуся. И ты считаешь, что вот это знак? А как же, Сэнди? Разве ты не понимаешь, что они хотят нам сказать? Разве ты не знаешь простого факта? Гуси соединяются в пару один раз и на всю жизнь. И у них что, не бывает романов на стороне? Если и бывают, они как-то все улаживают. Так устроила природа. Неужели я и в самом деле вышла замуж за бухгалтера, в груди которого бьется сердце поэта? Кричат гуси, звучит музыка. Поцелуй. Затемнение. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, спасибо большое. А мы в свою очередь хотим сказать большое спасибо всем, кто сделал возможным сегодняшнюю читку в этом замечательном заведении, которое я лично очень полюбил. Зайдя сюда как-то случайно, познакомился с Георгием. И вот у нас так вот случился такой замечательный вечер. Мы также хотели сказать, что шорт-лист в коллаборации с фондом Константина Хабенского организовал карту коктейлей безукопольных, которые в ближайшую неделю, пока мы все с вами будем сидеть дома, можно заказать. С доставкой. А также заказать какие-то книги из списка, специально отобранные людьми, которые знают в этом толк. Ну что ж, а мы надеемся, что это был не последний такой вечер в таком формате, как бы в легком формате, не требующем особенной подготовки. Мы могли бы с вами объединяться и знакомиться с какими-то новыми авторами или просто с приятными произведениями. Спасибо вам большое. Спасибо.